Что касается итальянской забастовки в Ижевске, которую проводили детские врачи, участковая служба прежде всего, но и некоторые другие подразделения, которые присоединялись, выдвигали некоторые ультиматумы, но их достаточно быстро удовлетворяли. Но вот, в принципе, если говорить по итогам, в целом всей этой кампании, которая в апреле шла, можно сказать, что 80% тех требований, которые предъявлялись по крайней мере к региональным властям, они выполнены сегодня. Это прежде всего то, что прекратилась практика штрафования по значительной части зарплаты, называемой 10 тысяч участковых врачей, 5 тысяч медсестрам, которую ввели с 1 января. Причем она прекратилась не только де-факто, но и до июля. То есть был отменен соответствующий приказ. Были введены дополнительные стимулирующие выплаты, которые идут за каждое конкретное посещение каждого пациента. И сегодня к зарплате получалось, что кроме 15-процентного повышения оклада, это не очень большая сумма, это порядка 1000 рублей на работника, с 1 июля все участковые врачи и медсестры получают дополнительно, примерно врачи 5000, медсестры 2500. Что касается стационаров, то здесь тоже была введена твердая дополнительная выплата 4000 рублей. Это вот то, чего нет во многих регионах сегодня. Я просто сравнивал ситуацию, там, скажем, звонил мне участковый врач из Челябинска и вот два региона без итальянской забастовки и с итальянской забастовкой. У нас оклад твердый, оклад повысился там до 5800 рублей на врача, у них там остался там 4800. У нас отменили штрафование, у них, наоборот, ввели с 1 июня и, скажем, из 10 тысяч в июне врач потерял 4000 на штрафах и в июле тоже 4000 он потерял. У них нет выплаты по, сдельно по посещению. То есть это вот примерно конкретный результат, можно увидеть даже на сравнении разных регионов. В целом полтора миллиарда было выделено в середине года на повышение зарплат работникам, в то время как власти Республики, Мурской Республики планировали сделать это, всего лишь выделить 3,3 миллиарда на всех работников, и на медиков, и на врачей, и на работников культуры и до 2018 года. То есть это должны были деньги поступить за 4 года. Тут вот в течение полугода было выделено полтора миллиарда, это конкретные цифры. Я не говорю там еще о других результатах, потому что Минздрав в России, в общем-то, был вынужден констатировать, более внимательно посмотреть на ситуацию с перегрузками врачей. И были проведены проверки в ряде регионов, в большинстве регионов России, в 47, если не ошибаюсь, там были выявлены серьезные нарушения по трудовым правам. И там министр здравоохранения Скворцова сегодня четко говорит, что нужно утвердить твердые нормы, например, по времени приема одного пациента, 20 минут. Сегодня врачи принимают, если не брать летний период, а брать там осень, зиму, весну, по 3-5 минут. Это, конечно, неправильно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...